Я красивая. Я счастливая. Я молодая. Я свободная. Я успешная. Я богатая. Я благословенная. Я благословенная. Когда пастор начал говорить о саммите, задолго до этого он много говорил о новом времени. И я размышляла, что же такое новое время, как в него войти. У меня на тот момент столько было серьезных проблем в душевной сфере, в финансовой сфере. Хотелось от Бога что-то вот такое, чтобы вау было. И когда пастор сказал за саммит, что это саммит нового времени, я просто поняла, что там ну просто мне необходимо быть. Я молилась, размышляла. Я поехала с огромными ожиданиями на этот саммит. И я с самого начала я ожидала. Я говорила, Бог, я приехала сюда. И я назад саммита, я уже не приеду такой, какая я была до этого. Я приеду со всем другим человеком. У меня были огромные ожидания. Там были зумы. Это вот люди, которые вот по всему миру, по всей планете смотрят вот этот саммит. И их было настолько много, да. И они реагировали, вот то, что пастор говорил. Если он говорил, и понимание такое, что вот это действительно новая церковь. Это действительно миссия возрождения мира. И вот первый день проходит, второй день проходит, и третий день. И выходит пастырь Виточка. И она начала говорить, я закрыла глаза. И мне вот как побуждение в сердце, мне захотелось вот пойти туда к ней, на сцену. Людей было очень много. Ну, проходили очень медленно. Я все время слушала пастырь Викторию. Когда пастырь Виточка начала говорить за разрушение отвержения. За разрушение родового духа отвержения. Меня это очень касалось. Она говорила, что колодец, забитый негативом. Негативными словами, которые идут из детства. Ясно, это прямо показывает, как были ситуации, прямо были люди, у которых внутри вот как будто колодец, где были, вот откуда черпались твои жизненные силы. Как будто он был завален. И там куча разного мусора. И у каждого мусора есть какое-то свое имя. Боли, обиды. Какие-то твои ошибки, за которые ты ругал себя. Вообще слова, которые говорили на тебя. Неправильные вещи, которые ты делал. Все это будто у нас завалено. Я еще больше стала вот сокрушаться, стала плакать. У меня стали вот какие-то картинки такие из жизни, что да, действительно, я вспомнила, что меня обижали, да, предавали, унижали. Когда я вышла замуж, меня просто начал предавать муж. И тогда, именно когда я вот самобольше нуждалась в его защите, он просто предавал меня. И вот именно когда пастор Виктория начала говорить за боли, за предательство, у меня в памяти всплывали именно эти картинки, что вот эти вот предательства. Близкий человек, самый близкий человек. Как будто вот вода живая, она еле-еле текла, вот твои жизненные силы. И прямо сейчас, я говорю это кому-то, это не происходит у всех, но у кого-то это происходит. Прямо сейчас полностью, полностью этот колодец, он очищен. Высотой его очистил. И ты ощущаешь, как прямо поток внутри тебя. Поток, поток, жизнь, радость, мечты, надежды. Ты ощущаешь себя абсолютно другим человеком. Вот прямо сейчас у кого-то это происходит. У кого-то это происходит, у кого-то это происходит. Благодари Бога. Если ты переживаешь обновление, если ты переживаешь свободу, если ты переживаешь победу, благодари Бога. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я поняла, что все, больше у меня уже этого никогда не будет. И пастырь Виточка говорит, и вот колодец этот, он начинает заполняться водой. И человек этот, он слышит меня, кто-то слышит. И у этого человека просыпается вера, просыпается дерзновение. И этот человек, он уже никогда не будет по той, по старой дороге идти. У него открывается полностью новая дорога с ожиданиями от Бога, что Бог великий, что Бог прекрасный, что Он живой, что Он всемогущий. И когда я подошла к пастыре Виктории, она прикоснулась, и мне так легко стало, так свободно, так классно. И пастырь Виктория, она говорила, что вы не торопитесь говорить, что вот получили освобождение. Вы посмотрите за собой, понаблюдайте за собой. И да, действительно, я начала наблюдать. У меня были такие моменты, когда я вообще не могла себя заставить что-то делать. В отношении вот общения, даже улыбнуться, даже подойти к человеку, даже обнять, даже какое-то сказать слово. А сейчас я это делаю настолько легко и просто. Я поняла, что вот у меня ушла действительно эта боль, ушли эти обиды, ушла эта вот какая-то вот такая вот пустота в душе. Вот даже я приехала домой и вот столкнулась с таким, что вот родственники, да, я поменялась, а они продолжали вот так же вот точно поступать со мной. Но благодаря тому, что вот у меня поменялись какие-то эмоции, вот, они иногда просто смотрят на меня и говорят, Лен, что с тобой? Мы тебя не узнаем. Вот настолько вот, да, Бог велитый. И я действительно приехала с саммита со всем другим человеком. И знаете, я вот вам хочу сказать, что вот не пропускайте это время. Вот пастор будет говорить за другие саммиты. Обязательно поедьте. Бог, Бог для вас, для каждого, ну, сто процентов что-то приготовит. Сто процентов. Не потеряйте это время. И не смотрите на деньги. Сейчас Бог дает вот такую привилегию каждому из нас. Не упустите это время. И я горжусь тем, что у меня такие духовные родители, что у меня такая классная церковь. Спасибо Богу за все. Субтитры создавал DimaTorzok